Ваш родственник попал в беду или кредитная карта заблокирована? Уже многим известно, что подобные сообщения могут не просто напугать, но и оставить без денег доверчивого человека. В этом году правоохранители отметили рост преступлений, связанных с мошенничеством, причем дистанционным, то есть совершаемым через интернет или мобильный телефон. О том, какие преступные схемы распространены сейчас в регионе и как не попасть в руки злоумышленников, рассказали представители ГУВД на встрече с журналистами. За минувшие два месяца возбуждено свыше 500 уголовных дел. Это в половину больше, чем в прошлом году. Среди самых распространенных схем обмана – рассылка в соцсетях сообщений с просьбой одолжить денег, звонки о блокировке банковской карты и якобы от родственников, попавших в беду. Вроде бы позвонил сын или дочь, голос не успела распознать, но в голове уже осталось то, что звонил действительно либо сын, либо дочь. А факт того, что узнал от него по голосу или нет, он не перепроверяется и, соответственно, мошенник, зацепив человека на эмоциональной волне, ведет его до конца. Хотя, по сути, надо просто прервать разговор. В большинстве случаев злоумышленники орудуют за пределами Алтайского края. Но, как заявляют полицейские, раскрываемость подобных преступлений увеличилась более чем на треть, благодаря регулярным разыскным мероприятиям в других регионах. Для этих целей работает специальное подразделение по раскрытию резонансных преступлений. И все же правоохранители советуют быть более бдительными, проверять входящую информацию и не доверять персональные данные посторонним людям.